Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и сегодня мы посмотрим, как Дискорд работает на Иксбоксе. Да, вы не ослышались, и Дискорд теперь доступен на Иксбоксе, но только лишь пока не всем, а именно бета-тестерам. Я, в принципе, записывал уже маленькие шортс на эту тему, но дело в том, что теперь это обновление стало доступно и мне, и в этом видосе я покажу, как им пользоваться. Я буду при вас запускать первый раз, буду чекать всякие функции и смотреть то, как это работает. Поэтому, если вы поставите на этот видос лайкусик и подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. Спасибо! Итак, включаем старушку Иксбокс Ван в фатку. Да, дело в том, что у меня инсайдерская версия стоит именно на нем, потому что я не хочу обновлять каждый раз Иксбокс Серис, когда я начинаю стримить, и поэтому мы будем пробовать Дискорд именно на Иксбокс Ване. Если что, обновление у меня уже скачено. Напоминаю, что, чтобы скачать данное обновление, именно чтобы у вас был доступен Дискорд, то вам нужно скачать вот такое вот приложение, которое называется Inside Hub, или как оно, да, Иксбокс Inside Hub. Вот, если вы скачаете это приложение, то у вас, скорее всего, будет вот это превью Омега, где данная функция будет пока недоступна, ибо Дискорд добрался пока лишь только до Дельта. Сначала он был только некоторым инсайдерам доступен, теперь добрался до Дельта, и я вам теперь могу это показать, наконец-таки. Так, и давайте теперь, собственно, перейдем в наш Дискорд. Есть что? Дискорд, он у нас образовался вот в этой вот вкладке, а именно команда и чат, и на мой взгляд, это правильное решение, потому что игроки, которые создают команду, общаются, да, и условно привыкли к этому разделу, теперь тут будет и Дискорд, и в целом, ну, игроки не будут путаться, чтобы найти его. Давайте его запустим, давайте скачаем приложение, которое нам как раз-таки и советуют. Он у нас, кстати, по QR-коду сразу открывает приложение Дискорда, давайте начнем. Сначала войдите в учетную запись Xbox, открыть приложение Дискорд, войти и продолжить. Так, мы привязали Дискорд, и что нам делать? Кстати, когда я смотрел видосы, как за рубежом открывает Дискорд на Xbox, то у них есть маленькое отличие в этом. Дело в том, что у нас на Xbox, чтобы отсканировать QR-код, у нас полностью такое вот объявление показывается, да, а у них он вылезал, ну, вот QR-код вылезал сразу слева, там, где команда. Как бы в этом нет ничего страшного, но просто как отличие. И сразу ловите лайфхак, если вы тоже хотите смотреть зарубежные видосы, но вы не знаете английский, да, то при помощи Яндекс.Браузера вы без проблем можете перевести видео онлайн и смотреть, как это работает. Запускаем, к примеру, какой-нибудь видос, нажимаем на перевести видео и... Прикиньте, да? Это реально клевая функция, поэтому, если хотите так же, можете скачать приложение по ссылке в описании. Так, ну, в целом, мы вроде как все настроили, теперь давайте попробуем позвонить Снупе. Он решился все-таки мне помочь, хоть у него и... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе, хоть и мало времени, но все равно. Давайте позвоним и попробуем. Диман, 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 привет, ты меня слышишь? Все, отлично. Так, знаешь, я попробую сейчас себя перевести на консоль, я не знаю, как это получится, просто пока повеси, но как я тебе дам команду, ну, что-нибудь скажешь, добро? Угу, спасибо Нажимаем на шторку, попробуйте голосуй чат консоли в Xbox И нажимаем транслировать на консоль У нас сразу выходит такая вот приложуха И мы выбираем консоль И что, консоли несколько, не перепутайте Потому что у меня была засада, поскольку я включил Xbox One А у меня, ну, всегда привязан к Xbox Series Я очень долго думал, почему же это все тупит Вот, поэтому прежде чем вот это все включить Не забудьте привязать консоль к приложению Xbox Чтобы не было таких проблем, как у меня при записи Так, нажимаем на передать голос И пишет, что получилось Да, у нас выходит такая приложуха Нажимаем и смотрим Диман Диман, Диман А ты меня слышишь? Если что, я не знаю, слышите ли вы Диму, да Но Диман я слышу Я его слышу прекрасно, как через команду Диман, ты можешь поговорить чуть подольше? Вообще, хоть что-то Ага, отлично Я его слышу прекрасно Звук такой же, как через команду Кстати, вот эта вот вкладка наложения Она влияет на то, будете ли вы видеть То, кто говорит Да, да, он отображается как раз-таки слева Видите, вот слева Диман, скажи что-нибудь Отлично Да, да, да Супер, 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 супер Да, это работает и работает вполне Сейчас сделаю вам фон не такой желтый Давайте перейдем еще раз в дискорд Параметры Отключить микрофон Заглушить Ага Раз, два Диман, ты меня слышишь? Нет, он меня не слышит Это очень странно Переключиться на игровой чат Давайте посмотрим, что это будет Раз, два, три А, кстати, это, видимо, удобная штука Дело в том, что если вы, например, играете в команде Ну, против друг друга И, соответственно, вы не хотите, чтобы там вас слышали Вы можете включить вот эту вкладку И, видимо, в игре Ну, вы будете разговаривать через игру А не через дискорд Это очень прикольно Потому что, в целом, сейчас вот эта вся функция Она идет как через трансляцию То есть, условно, вы дискорд каким-то там способом кидаете на свою консоль И начинаете вот так вот говорить Но при помощи одной кнопки на консоль Вы можете без проблем, по сути, не отключаясь от команды Именно быть сразу в чате Это очень классно Так Единственное, единственное Да, здесь так же, как и в этом Можно регулировать каждого собеседника Это реально удобно И, ну-ка, сообщить в дискорд Что это? А! Это, видимо, жалоба, да, какая-то? Я понял Но мы этого делать, конечно же, пока не будем Знаешь, на самом деле, я поражен, что это оказалось удобно То есть, вот ты играешь-играешь, да Ну, по сути, все то же самое, что и в команде Но только самое отличимое Это то, что тебе приходится включать это через телефон А попробуй мне сейчас позвонить Давай отключимся И попробуй позвонить Вот сейчас отключись А ты можешь выйти? Сам, сам, сам Нет, а ты попробуй позвони мне еще раз Или, знаешь что? Вот отключись и приди Я просто хочу посмотреть, как это будет Ну-ка, а если, вот, например, отключить Да, я нажал Вы отключены от Снупи Да, и нас сразу кидает в команду Соответственно, чтобы нам еще раз позвонить Снупи Это нужно будет сделать Кстати, у нас пропал дискорд У нас, так, полундра У нас пропала вкладка дискорда Что нам теперь делать? Показывает, что я как бы общаюсь со Снупи Но я не общаюсь Ну-ка, сейчас Мы завершаем занок Звоним им еще раз И опять переключаемся на чат Очень странно, что пропала вкладка, на самом деле И сходим придать голос Диман, Диман, ты меня слышишь? Вот, кстати, пока неизвестно Влияет ли, так скажем, дискорд На качество связи Или, может быть, какие-то другие факторы По типу интернета Интернета Димана Потому что он сейчас находится не дома Вот, ну, в общем Мы в целом все проверили И сейчас мы это все подытожим Диман, большое тебе спасибо Ты меня капец как выручил Который раз Бета-тестер Бета-тестер, да Спасибо, Снупи Большое спасибо Подписывайтесь на его канал Он хочет добить 100к без контента Что могу сказать о дискорде? На самом деле Эта интеграция в консоль Это реально очень круто Вообще, на самом деле Очень странно, что сначала Добавили дискорд на Xbox Поскольку изначально Сотрудничество было с плойкой Типа новость о том, что дискорд Появится именно на плойке Была первой Но, прямо пару дней назад Как раз таки сказали, что Дискорд посетит на Xbox И вот-вот его, по сути, добавили Поскольку Тест перешел в кольцо Дельта, да Соответственно Видимо, в ближайшем времени Он будет доступен Абсолютно всем Что могу сказать? Это реально удобная штука И она решает Как раз таки Ряд проблем с командой Xbox Дело в том, что Команда Xbox В последнее время Работает реально отвратительно Поверьте мне Просто, когда мы Начинали стримить Да, мы общались Через команду Вот, долгое время Потому что Диман играет на ПК Я стримлю через ПК А Виджил играет на консоли И чтобы, как бы Всех друг Ну, друг друга слышать Мы играли именно Через команду Вот, но проблема Заключалась в том Что вот эта команда Она со временем Начала очень жутко тупить Диман еле заходил Меня там выкидывало Я там никого не слышал Соответственно Такие траблы Нас просто Заколебали Реально Они очень часто Стали появляться В команде Xbox Тем более Там они обновили Приложение Чтобы зайти в команду Там тоже нужно Потрясти Бубенцами Как говорится Вот И соответственно Чтобы таких проблем Не было Мы пересели на Discord Там как по крайней мере Стабильная связь Там нету каких-то вылетов Там все Короче Очень просто Вот И соответственно Discord на консоли Xbox тоже без проблем Подключается Прям очень просто Единственное что вам Нужно будет сделать Так это К приложению Xbox Привязать свою консоль И По сути Привязать профиль К Дискорду Но опять же Это делается В два клика Здесь ничего Такого страшного Нет Вот Переносит он Короче Сразу Ваш диалог В Xbox Грубо говоря В команду И за два клика Это можно выключить Переключиться То есть на самом деле Сделано все по уму И я бы сказал Все по делу И самое главное Дискорд В этой во всей истории Она решает Самую главную проблему Кросс платформы Соответственно Когда На плойку Добавить Дискорд Вы без проблем Можете пообщаться Не знаю С обладателем Пластейшн С ПК И соответственно Как бы Знаете На самом деле Это хорошо Что Дискорд Стал неким Связующим звеном Потому что он работает Стабильно Вот Поэтому у игроков Не будет ограничений Наверное Какую платформу брать Соответственно На какой платформе сидеть Потому что ты всегда С друзьями на связи Например Захотел поиграть в Фортнайт Добавил там Игроков с Пластейшн С ПК Вы залетели все в Дискорд Потому что Дискорд Будет доступен на всех консолях Вот И поговорили Это классно Что касаемо гарнитур По сути в Дискорде Будет видимо Восприниматься абсолютно Любая гарнитура Которая подключена Либо к геймпаду Либо к консоли Вот у меня сейчас Беспроводная гарнитура И как вы поняли Да Я общался с Диманом Без каких-либо проблем Соответственно Вы можете там Подрубить к геймпаду Какие-нибудь наушники От телефона И тоже все будет нормально Что касаемо функций Дискорда Да Чтобы там Абсолютно все функции Были доступны на Иксбоксе Я считаю Что это лишнее Единственная функция Которая можно сделать Так это Трансляция экрана Да По типу Взамен функции Как и есть на плойке Поделиться игрой Ну вот Типа транслировать игру Чтобы твой друг У которого нет игры Тоже посмотрел на это Условных функций На мой взгляд Нет смысла их приносить Иксбокс В Иксбокс Потому что Опять же Все есть в телефоне То есть Ты условно Включаешь телефон Включаешь консоль И чтобы не имитаться По вкладкам Именно на консоли Да Включать Выключить приложение Потому что Ну на мой взгляд Совместить Дискорд Именно во время игры Это реально сложно Да Вы просто открыли телефон Написали там На своем канале И так далее Что вам нужно Закрыли телефон И дальше играете Соответственно Опять же повторяюсь Что Дискорд На Иксбоксе Сделали реально по уму Все базовые функции Уже есть Работает это стабильно Да То что Диман говорил Что его не так Классно слышно На мой взгляд Это все из-за того Что он находится у бабушки И у него интернет Как бы Сейчас плохой В общем Я очень доволен Появлением Дискорда На Иксбокс Хотя я к Дискорду Сначала так себе относился Потому что у меня была Команда Иксбокс Но после того Как команда начала тупить Дискорд это реально тема Все по уму Все по телу Работает хорошо Стабильно И соответственно Если вдруг вы тоже рады Этому событию То обязательно ставьте лайк Подписывайтесь на канал И пишите свое мнение По поводу того Что Дискорд появился На Иксбоксе Спасибо за просмотр Хорошего там дня Вечера Не знаю когда вы смотрите И пока-пока